Последний день апреля отмечается день создания пожарной охраны, но для спасателей и пожарных нет выходных и праздников. Огнеборцы несут свою службу даже в условиях пандемии коронавируса. Конечно, с соблюдением всех необходимых мер. Все экстренные службы пожарно-спасательного гарнизона работают в штатном режиме повышенной готовности. Наступил сезон пала травы. Ежедневно на дежурство по тушению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в городском округе выходит 72 человека. В настоящий период сотрудники государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности по Денцовскому городскому округу совместно с заинтересованными службами проводят профилактические рейды и патрулирование территории. Сейчас готовимся к майским праздникам. В связи с подтеплением осложняется обстановка с пожарной территории округа. А именно это несанкционированный пал травы населением, садоводческих товариществ на полях, сжигание мусора. У каждого свой боевой комплект одежды и набор специального оборудования для эффективной работы на любом вызове. Что на вас сейчас надето? Ну начнем сверху, наверное. Это каска, которая защищает голову от высокой температуры, также от всего того, что падает на нее, на нас, чтобы все было хорошо. Потом идет негорючий подшлемник, потом идет сама боевая одежда пожарного, которая состоит из куртки и отдельно из брюк. Перчатки, карабин, кислородный баллон для непригодных для дыхания помещений и топор – то, что есть у каждого пожарного. В пользу и случаем я примерила костюм пожарного и хочу вам сказать, что это достаточно тяжело. На базе седьмого пожарно-спасательного отряда 16 автоцистерн и две автолестницы. В общей сложности в муниципалитете насчитывается 97 единиц спецтехники. В 2020 году спасательное ведомство исполняется 30 лет. Мы помним своих ветеранов и равняемся на них. В пользу и случаем от лица Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона поздравляю всех пожарных и спасателей, ветеранов государственной противопожарной службы с Днем пожарной охраны. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям и дальнейших успехов во благе служения миру и Отечества. Поздравление присоединяется Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.